Эскурсия на вулкан Тейда со стороны города Ла-Ротава. Красивый панорамный вид на долину Ла-Ротава, на Пуэрто-де-Ла-Крус с пригородами на Лос-Ри-Алехас. Город Ла-Ротава основан испанцами в 1496 году. В этом же году основана столица Сан-Христобаль-де-Ла-Лагуна, два первых острова на Тенерифе в 1496 год. Город Пуэрто-де-Ла-Крус первоначально был как бы портом при городе Ла-Ротаве. Ну и Пуэрто-де-Ла-Крус основан в 1501 году. Ну и впоследствии стал и крупным городом, и сейчас крупным курортом. Ну как бы конкурент Лос-Америка с Лос-Христианом с Костадехи. Тот, кто любит, особенно в летнее время. Здесь может быть на градус на два прохладнее. Ну, как бы считается комфортней. Но есть свои любители. Как бы это вечный спор, где лучше отдыхать на юге, на севере. Зимой, конечно, здесь количество осадков как бы чаще. Вероятность такой погоды дождливой. Вот, ну, дышится лучше. Зелени больше. Так что есть свои любители. Так, террасные огородики. Те вот виноградники. Вот это заброшено, уже видно многие годы. Уже никто здесь ничего не сажает. И так, вперед на Вулкан Тейда. Продолжение ролика. Экскурсия на Вулкан Тейда со стороны города Ларатава. Впереди смотровая площадочка. Мы там несколько раз останавливались. Я остановился в другом месте, чтобы были другие виды. Вот. Так выглядят канарские сосны. А вот здесь открывается очень красивый вид на облака. Как будто мы летим на самолете выше облаков. Именно сегодня они такие белоснежные, плотные. что мы не удержались, чтобы не остановиться. самим посмотреть и вам показать. Так, впереди остров Ла Пальма. Со стороны Маски был немножко другой ракурс. Это вот с северной части острова. Вспомогательная дорога. Ну, в принципе, знака запрещающего не было. Может быть, когда-нибудь я по этой дороге или пройду, или проеду. Просто уже по маршруту нужно по асфальту ехать. чтобы успеть максимально посмотреть за сегодня. Так, стали по маршруту встречаться как лавровые, я ближе покажу, так и вересковые вот эти. пока низкорослые, но чуть выше будут более уже высокие. Реликтовые считаются. Этот именно вид вереска вот, как бы здесь вот свой. Ну, а лавровые вообще считаются реликтовые. Росли первоначально в районе Средиземноморья до ледникового периода и в результате вот погибли после ледникового периода и здесь сохранились. Ну, особенно они хорошо можно посмотреть, погулять, высокие. В природном парке Аннега, как бы, это уже другая экскурсия. Каменная роза или каменный цветок. Кому-то напоминает лотос. Ну, каменный лотос. Нам повезло. Мы одни на этой смотровой площадочке. В предыдущем эпизоде мы любовались белоснежными облаками. Ну, вот так она с этой смотровой площадки. Рядышком, если не будет места, можно припарковаться в 200 метров. Еще одна смотровая площадка. Причем она более... На более количеством мест, побольше. Так что там даже автобусы спокойно могут остановиться. Каменная роза с этого ракурса. Природа много таких вот красивых сюрпризов нам приготовила. Вперед! На вулкан Тейда. Долена Безмолвия. Уже при въезде в Каньерос Дельтейда. Пять лет назад здесь снимался голливудский фильм Битва Титанов. Так что вот за такими сопками скрывались огромные скорпионы. Здесь всегда ветерок. Вот этот вулканический пепел напоминает вид гравия. Сейчас ближе покажу. Здесь мелкие частички этого вулканического пепла выветрилось ветром в океан. И вот остались более крупные фрагменты в виде гравия. И так кому-то напоминают красные породы как марсианские пейзажи. Кому-то лунные. Так что и так здесь три парковки. Есть со стороны Ларатавы в сторону вулкана Тейда. Справа будет одна смотровая парковка и слева две. Так и по работе фуникулера что там у них свой прогноз что наверху бывает ветер гораздо сильнее чем внизу. Поэтому особенно в зимние месяца бывает так что туристы приезжают а фуникулер закрывается буквально у них перед глазами. Ну так рекомендуется особенно если к 9 кто едет не с 9 то узнать нельзя с 9 только справка там и на сайте по-моему есть или можно даже позвонить с ресепшена ну по-моему с 9 информация такая но опять это ни о чем не говорит что ветер может усилиться пока ехать это ехать в среднем полтора часа с остановками чтобы уже не просто ехать может погода измениться но в любом случае что уже запланирована если поездка лучи ее не отменяют уже понаслаждаться красотами да это без подъема если я имею ввиду что будет такой сильный ветер а зимой бывает даже обледенение вот редко чаще конечно ветер но бывает и такая такая сентябрь машин все-таки меньше как в августе я наблюдал закончились детские каникулы многие возвращаются к себе вот домой и температура чуть-чуть но все-таки меньше как по мне более комфортно ну что в августе в этом году вот на Гран-Канаре я помню был 42 градуса было как бы это немножко больше хоть океанский бриз немножко такую свежесть приносит какую-то прохладу все равно 42 градусов это это многовато в этом месте начало пешего маршрута всего 84 километра пеших маршрутов так что любой маршрут на любой вкус ради интереса пройду можно идти везде ну вот уложили камешки там указочки ну и для любителей фотографий для фотосессии вот эти скалы изумительные каждый имеет свой неповторимый как бы такой вот задний план для фотографии так вулкан тейдос этого ракурса ну что отличное место самое центральное самое красивое смотровая площадка Рокис Дель Гассия в центре национального парка Каньянос Дель Тейда у подножия вулкана Тейда напомню высота 3718 метров верхняя станция канатной дороги 3555 метров именно вот эта скала называется Божий перст или Божий камень недавно отреставрировали пешеходные дорожки стало более удобно с этого ракурса была сделана фотография на банкноте 1000 песет до 2002 года была национальная валюта песета ну вот ты на банкноте 1000 песет примерно такой ракурс единственное Божий перст был с правой стороны то есть вулкан Тейда был в центре либо фотошопом его перенесли вот этот Божий перст либо фотографии где мужчина с ребенком вот с той стороны я посмотрел то ракурс более похож так для любителей здесь побродить есть возможность кроме вот этой дорожки там протяженность более километра подняться наверх как с правой как вот с левой стороны либо пройтись сюда чуть дальше открывается красивый панорамный вид на долину на долину Уканка здесь как раз снимали все основные фильмы Голливуда первые 1962 году Миллион лета Нашей эры несколько эпизодов Звездные войны сейчас 9 эпизод планируется снять уже каком-то 2019 по-моему готовится окончательный выпуск но главные режиссеры вроде бы не берут на съемке 9 сезона если кто помнит фильм планета обезьяна как раз вот в этой долине Уканка звездолет нашли потом молодой Мэл Гибсон снимался в одном из первых своих фильмов про гонщиков Безумный Макс и так я подошел ближе потому что вот с этого места может быть чуть дальше особенно красиво и наглядно эта скала приобретает очертания соответствующие названию кафедральный собор ну и вот красивый панорамный вид на эти руки Дегарсия красная порода и такие причинливые формы меня чем-то напоминает колорадо Соединенные Штаты Америки так сегодня здесь вот ветер поэтому приношу свои извинения за такой шум хотя он и придает естественность как бы ну и уже знакомая королева лягушка или принцесса лягушка хотя кто-то говорит что совсем не похожи значит у меня такое воображение я подойду ближе вот как вот это ее голова это глазик корпус мне она напоминает ну и объемное такое еще можно сделать объемную съемку панорамную точнее вот с этого места так впереди 2718 метров гора Гуахара по мифологии Гуанчи злой демон вообще они избегали посещение от этого места вот ну во-первых она безлюдная а во-вторых связанная с многими такими страшными для Гуанчи легендами и духи и души умерших и так далее так новый ракурс так что если быть на самотровой площадке пройти еще ниже посмотреть на эту долину Уканку ну и та дорога по которой сейчас мы поедем уже по маршруту деревни Чио смотровая площадка Лас Нарисус Дель Тейде это официальное название больше мы его называем эту площадку старый пик по-испански пик о въеху вот вулкан пик о въеху несмотря на то что он такой щитовой вулкан такой вроде бы не совсем типичный хотя может быть вроде их не меньше чем страту вулканов но в форме пирамиды и так здесь типичное боковой кратер если ствол кратера забит лава не может пробить вот эту пробку вот как я сравниваю пробку шампанского вот ствол кратера предыдущие извержения вот лава или магма остыла и как бы забила плотно и тогда уже ищет более слабые места магма вот с температурой около 2000 градусов в данном случае вот боковой кратер и образовался участок лавас негрос по-испански 1798 год сегодня именно вот в этой во второй половине дня хорошо видны соседние острова впереди остров флагомера первый левее редкое этот островозчик виден это Эль-Еро вот ну Ла-Пальму я уже сегодня два раза показывал с этого ракурса вот дорогу не буду переходить уже чтобы отсюда на более панорамный вид и такой взгляд уже на сам Каньядос как бы мы проехали 17 километров но есть из стороны Ла-Ротава вот чаще я начинаю потому что сегодня был у нас маршрут пиратской деревни маска и национальный парк Тейда поэтому я уже с маски что там более такое движение напряженное скажем поэтому в первые половины дня как бы машин все-таки относительно меньше и уже национальный парк на после обеда автобусов сейчас нет уже как бы конец рабочего дня все они уже отвезли своих туристов вот так что дорогу кстати недавно относительно отремонтировали так что очень приятно по отремонтированной дороге было ехать итак все четыре дороги красивые симпатичные выбирайте любую если получается чтобы два раза побыть на Тейде или в один год мало ли машину арендуете или там какие планы у вас или какой-то из последующих своих отпусков то можно чередовать итак с юга есть дорога через Арону Виллафлор и вторая дорога через Щилу вот сюда вот в Каньятос и на север соответственно одна на Ларатаву дорога более так сказать короткая и более длинная по хребту туда на леса эсперанца так и два слова тогда про национальные парки всего в Испании 15 национальных парков это 10 парков находятся на материковой части Испании один на Болярских островах на Майорке и четыре на Канарских островах это Тенерифа Лагомера Ла Пальма и Лансероте национальный парк Каньятос Дельтейда так полностью называется хотя в просторечии чаще я слышу просто национальный парк Тейда основан в 1954 году и в 1984 под охраной ЮНЕСКО очень хорошо действуют службы я уже как бы такой комплимент говорил сотрудникам что все контакты которые что очень добросовестные профессиональные сотрудники тех областей в которых они работают или трейнджеры которые за порядком наблюдают и причем очень корректно с туристами даже те туристы которые как бы нарушают может не знали вот как вы знаете на территории национального парка запрещается ну разводить костры это в первую очередь потому что это угроза каких-то таких пожаров серьезных вот брать вулканические камни так что я-то своих туристов предупреждаю особенно здесь ну не особенно на территории национального парка если кто хочет кусочек лавы себе привезти то можно где-то вне пределах взять таможенник конечно за это ничего не скажет но пару раз я видел с автобусных экскурсий когда они вот на глазах вот этого рейнджера брали камешки рейнджер просто культурно вежливо просил положить без штрафа без ничего вот веток я не видел чтоб ломали но думаю если поломать какой-то кустарник то уже просто так вот не не делается турист предупреждением возможно за это как раз штраф будет ну и другие службы там и противопожарная очень серьезная такая вот техника современная оснащенная служба и медицинская и отдельно надо сказать про горных спасателей кроме того что они очень оперативно по вызову прибывают к пострадавшему на основных маршрутах они просто профилактически вот курсируют так сказать проходят этот маршрут и могут оказать как медицинскую помощь так и вызвать подкрепление вплоть до вертолета на Тенерифе я думаю и на Канарских островах самый по количеству посетителей этот достопримечатель является номером один я точную цифру не скажу и думаю что она приблизительно все равно будет но около трех миллионов чтобы сказать посетителей в год вот по этой дороге мы спустили с Тейда по направлению к Сио вулкан Тейда новый ракурс ооо кабриолетик симпатичный девушка блондинка проскочила поворот сейчас исправит упущение и так красивая смотровая площадка Лос Палеос остров Эльера уже с этой смотровой площадки практически не видно я только угадываю очертания но хорошо виден остров благометно теплый ветер приятный жару разгоняет где-то 28 градусов за счет этого ветер совсем не еще спрашивают хотя если долго побыть на солнышке особенно на Тейде там где прямые лучи то можно конечно поречь еще раз напоминание моим туристам будущим которые сюда приедут вот истинный фотограф Елена как она паланг фотографированием итак за время испанского присутствия было зафиксировано официально 7 извержений вулкана причем первое извержение зафиксировал Христофор Колумб во время первой экспедиции в 1492 году вот так вот примерно он нарисовал вулкан Тейда и вот здесь судовом журнале и потом последствия вот его как Бока Конгреху специалисты вулканологи определили по спектральному анализу предыдущие у нас было Пико Вьеха 1798 восьмой год и последнее извержение на Тенерифе вулкан Ченейра тоже примерно чуть выше Ктейде и берет начало и Аренес Негрос который 1706 году потопил или практически потопил первый город порт Грачи и три извержения вулкана вот это Монтанья де Арафа Фосте и вот в 1705 году здесь а и третий вулкан Сиетов и вот семь извержений которые были зафиксированы как бы испанцами первое Христофор Колумб еще до завоевания и остальные уже за время когда Тенерифа принадлежала Испании Напоминаю цифру всего на Тенерифе 321 вулкан Все спящие потухшие кстати активные вулканы есть на острове Лансероте в национальном парке Тиман Итак на этом экскурсия вулкан Тейдер закончена подписывайтесь на мой канал кому понравилось ставьте лайк до следующих встреч до следующих встреч